Намаскар! Сегодня я вам расскажу, как делать динамическую медитацию. Этот урок по важности, он такой же, как базовая медитация наша. И две эти практики вместе, они составляют превосходную комбинацию. Вот эта динамическая медитация, она усиливает концентрацию, и не только концентрацию, она открывает эмоции, убирает всевозможные зажимы и комплексы. И поэтому вот эта вот безмолвная медитация, она становится гораздо глубже. Два способа есть сосредоточить ум. Первый способ – это отключить все внешние раздражители, то есть отсечь восприятие внешнего мира, отсечь восприятие тела и остановить поток мыслей. Это трудно, и вы увидели это на своей практике, что вы сидите, и ум не подчиняется, он суетится. И второй способ – это использовать энергию, движение, то есть позволять разуму проявлять себя, выражать себя через движение, через использование голосового аппарата, слушать, видеть. Но при этом все вот эти вот вещи, которые происходят с нами, направлять их в поток духовной концентрации, направлять их на духовную идею. То есть разум привык воспринимать какие-то опыты, какие-то вещи из внешнего мира, и если мы его лишаем, он бунтует, то есть как будто он не получает предочитающегося. Закрыли глаза, закрыли уши, сели, и разум ищет малейший какой-то шорох где-то на кухне или ещё что-то. Разум хватается за это восприятие и пытается его обдумывать. Поэтому это говорит о том, что ум не был подготовлен надлежащим образом к выполнению практики безмолвной медитации. И вот эта вот динамическая медитация, она подготавливает ум. То есть мы будем использовать танец, и в этом танце задействованы руки, задействованы ноги, задействован голосовый аппарат, уши, глаза – всё используется. То есть ум, совершенно никаких проблем у него с этим нет. Он говорит, о, приятно, о, не скучно, но при этом весь этот танец, вся эта медитация динамическая, она пронизана духовной идеей. И чем больше мы констрируемся на духовной идее, тем больше мы получаем сладости, удовольствия из этой идеи. И когда уже ум начал получать удовольствие из духовной идеи, тогда он говорит, ну всё, я хочу восстановиться, замереть и погрузиться в безмолвную медитацию. Вот это значит, что ум теперь полностью, 100% готов к вот этому погружению. Ну вот танец, который мы будем делать, он очень древний, поэтому он очень простой. Он называется Лолита Мармика. Лолита означает красота, нежность, грациозность. И марма означает сердцевина, самая глубинка, самый центр, центр нашего сердца. И танец поэтому переводится как танец внутренней красоты. То есть внутри каждого из нас есть вот эта нежность, есть это благородство, есть эта красота, есть эта любовь. И этот танец, который очень грациозный и он очень таким нежным способом позволяет тебе дотронуться до вот этой высшей реальности внутри себя. Это и есть Лолита Мармика. Ну я встану сейчас и покажу вам. Итак, у танца две части. Первая часть – это ритм, и второе – проявление через жест, через мудру. Ритм, он поддерживается ногами, то есть вот этой вот точкой, кончиком большого пальца я ударяю за пяткой вот так и чуть-чуть приседаю. Приседаю чуть-чуть на несущей ноге, вот и всё движение. Чуть-чуть касаясь, не надо прям так вот долбить, чтобы там соседей тоже вдохновлять на духовную практику. Так, чуть-чуть коснулись. Вот эта точка, она связана меридианом с верхним центром, сахасрара чакра называется. В акупунктуре вот это вот большой палец, здесь шея, здесь голова, а здесь макушка головы, сахасрара чакра. И когда мы стимулируем сахасрара чакру в верхний центр, это создаёт настроение наиболее благоприятное для медитации. Потом вот это вот сгибание ноги, оно тоже благоприятно, потому что мы разогреваем колени и подготавливаем себя к позе лотоса. И раскачивание. Раскачивание мгновенно успокаивает разум. В каком бы стревоженном состоянии вы ни были, если вы вот так вот начали раскачиваться, ударять кончиком, мгновенно разум приходит в баланс, как будто мама вас укачивает. И тонкая вот эта вот физиология йоги говорит, что есть два канала, которые идут из нижнего центра и вот так вот пересекаются и заканчиваются здесь ноздрях. А посередине идёт один канал, от копчика до макушки головы. Вот эти два канала там, но я позже буду вам рассказывать. Я объясню в чём их предназначение и в какое время лучше, какой канал использовать. А главный канал для духовной практики – это центральный канал. Вот если энергия идёт по центральному каналу, тогда легче всего постигать духовные идеи. Вот и она редко идёт по центральному каналу, она обычно идёт по правому или по левому. И вот это вот раскачивание, оно направляет энергию из ида и пингаланади, то есть двух левого и правого каналов, центральных каналов. И ещё есть символическое движение. Я когда вот так вот касаюсь, лягунечко за пяткой, идея здесь такая, что я иду по земле нежно, я не вызываю страданий. То есть я иду легко. Когда вы заходите в дом и не хотите никого разбудить, вы идёте вот так вот на цыпочках тихонечко и никакого стука не совершаете. Точно так же и здесь, когда вы танцуете, вы как будто едва-едва земли касаетесь. Я иду по земле нежно, не причиняя никому страданий. Теперь это ритм. И ритм, когда вы поёте мантру, нужно на сильную долю удалять кончиком правой ноги, например. Ба-ба-нам-кей-ва-лам, ба-ба-нам-кей-ва-лам. Видите, да? То есть когда сильные доли идёт, ба-ба-нам-кей-ва-нам-кей-ва-лам. Я ударяю. И это когда коллективная практика свершается, допустим, пять, шесть, семь, десять человек вместе, и мелодия идёт, и все в одно время. То есть они все ударяют кончиком пальца в одном ритме. И получается, что помещение как дышит, да? Все в унисон двигаются. Очень-очень мощная коллективная энергия создаётся. Теперь выражение через мудру. Мудра. Мудра значит жест. Но не просто жест. Жест, который проявляет, экстернализирует, то есть посылает вовне наше внутреннее настроение. Мудра. И в индийском танце используется мудра. Вы, может быть, видели индийские танцы. Они постоянно какие-нибудь делают жесты там всякие разные. И это означает мудро. Почему они эти жесты делают? Этот жест – это как бы послание, которое передаёт твоё внутреннее состояние ума, передаёт твоё настроение. И есть духовные жесты, которые передают настроение. Когда мы впадаем в какую-то глубокую духовное чувство, в благодарность какую-то, в любовь мы чувствуем, мы чувствуем соприкосновение с божественностью. В этот момент как руки складываются? Руки складываются вот так. Вот здесь на уровне сердца. Причём этот жест абсолютно универсальный. Вы найдёте его и в христианстве, и в индуизме, и в мусульманстве, и в буддизме. Везде, везде, везде. В независимости от географии, независимости от времени, везде у людей есть вот этот жест. И этот жест почему? Потому что когда какое-то глубинное духовное чувство пронимает, руки складываются здесь, вне зависимости от твоего культурного контекста. И наоборот, когда ты складываешь руки здесь, ты активизируешь, ты пробуждаешь те же самые чувства. То есть это содействует тому, чтобы ты мог войти в духовное настроение. То есть один жест вот такой, и он символизирует пять моих органов чувств, пять моих органов движения, они нацелены, направлены к высшей цели. Вот такой вот жест. И когда мы двигаемся, двигаемся, мы поём, конститурируемся на мантре, что-то вот здесь вот начинает шевелиться, и ты уже не можешь руки здесь держать. Что с твоими руками произойдёт? Когда глубоко-глубоко ты начинаешь чувствовать восторг вот этой идеации духовной, тогда ты руки вот так поднимаешь вверх. Вот этот жест символизирует, я выхожу из своей скорлупы, я открываюсь для Вселенной, я сбрасываю вот эти вот оковы, цепи своего эго. Я выхожу из своих страхов, из своих тревог, из своего эгоизма, из какого-то ограниченного видения, я становлюсь бесконечным, я становлюсь единым с бесконечностью. И вот этот жест вот это символизирует. То есть это восторг, как будто ты сидел в такой скорлупе, и теперь ты сбрасываешь эту скорлупу, и ты открываешься вот так вот, и теперь ты бесконечен. Вот такой вот жест. Ну и вы найдёте, что когда ты руки поднял, они устают. Если они устают, это признак того, что ты недостаточно хорошо концентрируешься. В этом случае сделай вот так, опусти руки сюда и продолжай. Три, четыре, пять раз мантру повтори глубоко-глубоко, так, чтобы начать чувствовать её идею и начать чувствовать вот этот поток эмоциональный, который она несёт. И тогда опять начнёт энергия появляться вот здесь в анахата чакре, и тебе захочется снова открыть руки. Открываешь, и если идеация сохраняется, если ты сконцентрирован и чувства эти испытываешь, то никаких усилий не составляет держать руки вверху. Вот если опять тяжело стало, опять сложи и опять работай над укреплением своей концентрации. И снова поднимай. В идеале, чтобы в конце, то есть когда ты освоил эту практику, чтобы у тебя вообще никогда руки вниз не опускались, чтобы не хотелось их опускать вниз, чтобы они всегда были подняты вверх, руки. И при этом концентрация, она вот здесь, на макушке головы. Это сахасрара чакра, высший центр. Концентрируйтесь в этом центре. Концентрируйтесь, значит чувствуйте этот центр и всё остальное забудьте только здесь. И постепенно даже у вас ощущение такое, что и тела, и ничего не осталось. Вот здесь вот я ещё ощущаю, а всё остальное бесконечность, всё остальное космос. Вот и вы поёте Бхава Нам Кевалам. И вы ищите то определённое настроение, ну в прошлом классе я вам говорил. Ищите настроение свободы, настроение любви, восторга, сладости. Ищите то настроение, которое подходит. Всё, и танцуете. Вот так. Можно глаза закрыть, иной раз открывать, чтобы проверить, чтобы не ушли куда-нибудь на кухню в этот момент. Потому что бывает так. Человек с закрытыми глазами делает, делает, там развернётся, пошёл. Вот так. В основном закрыты глаза. Это называется лолита мармика. Делайте хотя бы 3-5 минут этого танца перед практикой медитации. Ваша медитация будет значительно лучше. Не знаю, на 100% она будет лучше. Не на 50%, а на 100% лучше, чем без этой практики. Конечно, нужно какое-то время привыкнуть к ней и тоже освоить, чтобы вот эти вот чувства пробудились. Для меня это не сразу произошло, я не сразу понимал, что это такое. Что-то я чувствовал, но так прямо сказать, что мне супер она нравилась, не могу сказать. Но спустя, через какое-то время эта практика стала для меня просто как сокровищем жемчужиной. Вот делайте. Я когда начинал тоже медитировать, я зажигал свечки, задёргивал шторы и это уже было... Ну у меня такой режим был, что я поздно ложился спать. Вот это было уже ночью. Я включу мантру на магнитофоне и вот пою. И это было так фантастически, то есть начиналось волшебство, начинался вот этот полёт, космос, безграничность. Как будто я, не знаю, наверное, много жизней подряд ждал чего-то, испытывал жажду и теперь я добрался до источника. И я пью, и пью, и пью, и пью, и жажда от этого ещё больше становится. И теперь я мало того, что я хочу напиться, я хочу превратиться в этот источник, стать нектаром. Так что вам предстоит такое романтическое, фантастическое путешествие в бескрайний космос. Всего доброго вам! Дорогие друзья, спасибо за просмотр видео. Оно является частью проекта уроки медитации. Это онлайн-ресурс по освоению основ йоги и медитации. Для того, чтобы это освоение происходило не хаотично, оно происходило системно. Йога – это 99% практика, 1% теории. Я рекомендую вам подписаться на рассылку. Для этого нужно зайти в уроки медитации, слит на урокимедитации.рф. Там оставите свой электронный адрес и свой город. И с этого момента начнут приходить видеоуроки. В этих видеоуроках даётся практика некоторая и дальше даётся домашнее задание. Вы получаете это, практикуете и потом следующий урок приходит. И таким образом вы очень системно, очень грамотно, очень гладко осваиваете вот эту вот науку, тонкую науку о медитации. Курс получился очень вдохновляющим. Я получаю прекрасные отзывы от слушателей, много очень таких хороших слов. И я сам вдохновлён, то есть я не думал, что по интернету можно вот так вот обучать. На самом деле получается ещё более эффективно даже, чем очно, потому что есть вот тут вот система такая незыблемая. Так что подписывайтесь. И когда не хочется ждать три дня до следующего выпуска, тогда вы можете пользоваться YouTube-каналом. Подписывайтесь на него и вы будете получать все самые свежие обновления, все вот эти вдохновения, которые внезапно озаряют и приходят, и они записываются. То есть они все ваши. И на YouTube-канале среда очень такая демократичная, широкая. То есть там есть большие лекции, кому-то нравится там по два часа слушать лекции, есть маленькие совершенно вдохновения, есть практики физические, есть практики медитативные, есть философские вещи. Ну всё, вникайте, подписывайтесь и если вам нравится, то делитесь своими друзьями. За это тоже я очень признателен. Всего доброго! Спасибо. Спасибо.